Сейчас складывается какая-то новая политическая ситуация в связи с образованием Евразийского Союза. Что может ожидать Казахстан в связи с этим? Прежде всего, почему Назарбая пошел на такую интеграцию? От безысходности, от финансово-экономического кризиса, который он не в состоянии из него выплатить. И только прижавшись к большой экономике, какая является Российская Федерация, именно благодаря России он старается выжить в этих непростых условиях. С 2007 года он то к китайцам прибежит, прислонится, получит у них кредиты многомиллиардные, то к арабским странам, в Абудаве, то еще что-то. Сейчас одна задача – это экономически устоять, чтобы не развалилась система. Потому что вот эта формула ленинская, что верхи не могут, а низы не хотят, она не работает. Это тоже из области фантастики. Такая революционная ситуация только создается в условиях жесточайшего финансового кризиса. И он боится этого. Он знает, что в условиях финансового кризиса люди выйдут на улицу. И чтобы предотвратить это, он готов на все. Он готов и на любые союзы, прежде всего экономические. На политические он не пойдет, потому что он в очередной раз, он как хитрый и умный политик, он в очередной раз обманет своих партнеров, будет говорить одно, делать другое, предполагать пятое, договариваться. И все это говорит о том, что сейчас ситуация финансовая, аховая в Казахстане. И ему нужно найти то плечо, к которому подстроиться. Именно с этим связаны вот эти интеграционные процессы. То есть, думаете, он сможет переиграть Кремль? Конечно, конечно. Он до этого 20 лет переигрывал всех. И с Россией, и с Китаем, и с американцами, и со всеми. Это его стиль. И в принципе, он, как показывает во внешней политике, он достаточно умно разводил большие державы. А почему? Потому что, как говорится, это как между большими такими слонами, китами, надо уметь маленькому Казахстану двигаться, проплывать. То есть, он демонстрирует секрет такой политического выживаемости? Конечно, конечно. У него же опыт партийный, еще и советской партийной бюрократии. И он прекрасно понимает, что с крупными державами, наверное, открыто он ничего не выражает. Он может присмыкаться перед другими, но при этом держать за пазухой свой запасной вариант. Суэм пришел к власти, вы считаете, как в результате своих каких-то качеств и усилий, а не в результате случайности? Результата случайности не было. Он с 1984 года руководитель правительства, и это одна из ключевых должностей. Конечно же, благодаря своим связям и внутри элиты, внутри Казахстана, так и с Кремлем, конечно, благодаря этому. Вот сейчас он говорит, что он с 1994, то есть и он, и его окружение, говорит, что он с 1994 года выступал за это Евразийский Союз, и вот, дескать, только сейчас Кремль дошел до этого уровня, которого он достиг еще посредления в 1994. Вот вы как, что можете по этому повлиять? Ну, я знаю, что, в первую очередь, это его очередные... он всегда любил такие гениальные, якобы, идеи. Ему подсказывают и его знакомые, ученые из России о том, как пропиариться. Помните, он и говорил о том, что повернуть реки сибирские, еще какие-то, то канал построить на Черное море, то еще... Ну, это такие вот лозунги. Реально, он, конечно же, на словах, он за интеграцию, а на деле он будет держать запасной вариант. Как выйти из этого? А кто сейчас формирует его программу идеологическую, там, политическую? До сих пор этим занимался его, так называемый, теневой советник Александр Мирчев, который... болгарско-американский подданный, который говорит неплохо на русском языке, а Назарбаеву нужен именно русскоязычный человек. И он достаточно... он же не просто так, не бесплатно консультирует. В год он получает порядка 20-25 миллионов, и за эти деньги он нанимает самых лучших ученых на Западе, которые пишут ему программы, выступления, чтобы они... Еще раз я подчеркиваю, все это направлено на международное общественное мнение, чтобы создать о нем такого вот... из себя вылепить такой образ якобы, то ли Дэн Циопина, то ли, как в Сингапуре, Лик Ван Ю, то еще какие-то там. Но это все... это внешние такие атрибуты. Но все решения принимает он жестко-авторитарно, или есть какие-то механизмы управления его решением? Все... нельзя сказать однозначно, вот он... ему с брюло в голову, и там он пришел к этому. Нет, он как партийный брюк, конечно же, он читает очень много, и к нему информация. Но эта информация приходит из мест, от руководителя, от министерств, ведомств и других. Он полагается на их мнение. С другой стороны, конечно же, я видел его в разных ситуациях. Это были ситуации, когда он сидел и... ну... дрожал, боялся, и приходилось его успокаивать в разных ситуациях. Но все у него проблемы, я еще раз... это от... от страха. Все ошибки он делает от страха, от того, что боится чего-то, и в попыхах принимает какие-то непродуманные решения. Не получится ли, что Россия просто в терминах слияния и поглощения заберет, и все, если делает, и исполняет? Я не считаю, что это уже процессы вернуть назад в прошлое, это невозможно. И дело даже не в том, что лидеры что-то хотят сделать. Дело в том, что предпосылки уже не те, и эти 20 лет они показали, что независимо состоялось, независимо то, Назарбаев там будет или другие. Сами национальные элиты не дадут возможности именно слияния. Это пытались делать и в советском, и в прошлом, и в других. Я считаю, что экономически, да, но что касается политического, это утопия. Но национальные элиты сохранились, или они все вот так разбиты авторитарной системой? Говорить, что однозначно и односложно, это сложно. Сложно сказать, что все это в движении постоянном, и система компромиссов, и все это настолько шатко, когда держится система только на одном человеке. Я еще раз подчеркиваю, рыночная экономика и уже свободные люди, которые как внутри Казахстана, так и в другом, они не дадут возможности именно на слияние такого политического. Субтитры создавал DimaTorzok